Споры вокруг любимой всеми окрошки рождаются еще в конце мая и не утихают до начала грустной и дождливой осени. Вариаций ее приготовления множество. Использовать только овощи и зелень или добавлять белковые продукты. Окунуть ингредиенты в кефир с холодной минеральной водой или в квас. Точной трактовки в классическом рецепте среди кулинаров нет, что дает повод поклонникам разных вариантов поспорить между собой. Однако о вкусах не спорят, а в это полезности блюда еще как. Окрошка может быть чисто на зелени. Это тогда будет самый, что мы не говорим, летний легкий супчик. Но и окрошку можно добавить и белковые компоненты. То есть добавить яйца, добавить мясо. Но в большинстве своем у нас окрошка готовится на колбасе. Я бы сказала, что готовить ее на колбасе точно не стоит. Вместо колбасы добавить любой вариант любимого вашего мяса и качественно улучшить или сделать эту окрошку более сытной можно. Если говорить о том, что лучше, лучше кефир или квас, то я бы, наверное, все-таки предпочла вариант кефира. Почему? Потому что вариант кваса... Во-первых, у нас нет качественного кваса для приготовления окрошки. Квас – это всегда добавление сахара. То это уже говорит о том, что мы увеличиваем калорийность этого продукта. Но и сам по себе сахар, он не всегда полезен. Это наше национальное блюдо, сложно понимаемое иностранцами, и набор продуктов в нем довольно агрессивен для слизистой желудка. Поэтому, если у человека есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, окрошку лучше на время исключить из рациона. Несмотря на всю сложность блюда, окрошка на кефире подразумевает дополнительный прием кисломолочных продуктов. А значит, и дополнительных полезных лактобактерий для кишечника. Тогда как сильно газированный квас может привести к сужению протоков желчного пузыря и ухудшению оттока желчи. И с этой точки зрения квас менее обезопасен. Я бы не стала рекомендовать окрошку в период обострения заболеваний желудочно-кишечного тракта. Это язвенная болезнь, это даже наличие эрозии, обострение всех этих колитов. То есть любое воспаление кишечника является противопоказанием к приему еды в виде окрошки. Хотя окрошку можно использовать качественно, как вариант готового полноценного блюда, как так будем говорить, легкого летнего блюда в качестве еды. Окрошка несет массу ценностей. В каком плане? Там достаточно много зелени. А, соответственно, это витамины, микронутриенты, фитофлавоноиды. То есть это все то, что ценно и важно для нашего организма, особенно в летнем сезоне. Окрошка – блюдо вкусное, сытное и простое в готовке. Оно появилось более ста лет назад и распространилось среди крестьян, потому что не требовало большого количества времени. Суп стал одним из главных блюд в жаркий день, который готовят по всей России. Те, кто его любят, душу готовы продать за тарелку, освежающую окрошки. Но даже среди ее почитателей нет единства. Я сама окрошку не готовлю, но моя бабушка готовит мне только на квасе. Я с самого детства ем только на квасе. И сейчас я считаю людей, которые едят окрошку на кефире, немножко недалекими. На кефире. Летом очень освежает. Очень вкусная окрошка. Обожаю окрошку. Я думаю, на квасе вкуснее, потому что на кефире это, мне кажется, слишком приятно водит. Большой плюс окрошки в том, что это холодное блюдо. Летом оно защищает человека от перегревания, а значит, от обезвоживания и теплового удара. Организму однозначно будет легче поддерживать нормальную температуру тела, а любитель сезонного лакомства будет чувствовать себя более комфортно. Квас или кефир? Позаботьтесь о своем самочувствии и сделайте правильный выбор. Карина Саяхова, Фаридзе Хедуглы, Универньюс.